Нон-Стоп, Нарт, Эрзи, Беркут, Зе Бест и Топчик. Шесть команд с оригинальными названиями, каждый из которых по шесть участников. Состязуются восьмые и девятые классы. Впереди ребят ждут семь спортивных эстафет и первое испытание – челночный бег. Пожалуй, самым сложным состязанием во всей эстафете для ребят оказалось второе. Это стало ясно еще до начала конкурса. Тренеры заранее начали расставлять дорожные конусы, раскладывать мата и обручи, а участникам раздали мячи. Болельщики в недоумении, что ждет впереди. А там, как оказалось, настоящая полоса препятствий, с которой, как ни странно, неплохо справляются как мальчики, так и девочки. А вот эта картина многим скорее напоминает кадры из фантастических фильмов про нашествие гигантских пауков. Следом за этим состязанием – прыжки с мячом и бег на одной ноге. Кто-то даже подскальзывается на полу и падает. Но речевки и радостные крики болельщиков придают силы, чтобы подниматься снова и снова. Их азарт невольно передается и тренерам. Ахмед Киев активно готовил ребят к спортивной эстафете. Каждое занятие – большая польза для учащихся. Человек в любом случае должен быть чем-то занятым. Мне понравилось. Вроде я вошел в этот азарт и получил большое удовольствие. Позади уже шесть спортивных состязаний из семи. А ребята даже не думают уставать. Впрочем, завершающее перетягивание каната требует немало сил. В зале перекликаются голоса болельщиков, в первых рядах которых – тренеры и родители. Баллы подсчитаны, итоги подведены. Третье почетное место за командой «Нарт». На втором – «Зе бест». Ну а победители дня – команда «Эльзи». Свой триумф – одна из самых активных участниц команды Хава Костоева относится к отличной подготовке и занятию спортом. Я раньше занималась спортом. Кудо – это бои без правил. И мне очень нравились. А вот для Мухаммеда Амина, капитана команды, эта победа стала неожиданной. Но это лишь малая часть того, что он ждет от всей молодежи республики. Будущее наше поколение должно быть сильнее, предыдущее, умнее, выносливее и должны верить в себя. Состязания проходят под эгидой «Спорт против терроризма». Организаторы – региональное погрануправление. Такие соревнования проводят почти во всех школах Ингушетии, включая и профилактические беседы с учащимися. Спорт в любом случае вырабатывает чувство внимания, силу, взаимовыручку, взаимопомощь. Все эти качества необходимы детям, когда идет речь именно о противостоянии таким явлениям, как терроризм и другие негативные явления, которые у нас есть в обществе. Главная цель организаторов мероприятия – уберечь подрастающее поколение от пагубного влияния экстремизма и терроризма и направить их огонь юности в правильное русло. Дана Плиева, Мэрбек Мержоев, Новости 24.